Всем хай! Кажется, что с каждым днём всевозможных кор становится всё больше. И одна из самых популярных эстетик сейчас это балет-кор. Балет-кор это направление в современной моде, которое вдохновлено образами, ну логично, что балерин. Одеждой, которую они надевают на репетиции или же после выступлений. Когда я была маленькая, мне очень часто говорили о том, что мне было бы здорово быть балериной. И вот мы здесь. Сегодня я хочу полностью повторить образ из этой эстетики, поэтому сделала заказ. Я не знаю, получится у меня или нет, потому что мне кажется, что я и балет-кор это настолько две разные вещи. Я даже не знаю, с чем сравнить. Например, ложка и чемодан. Вот как-то так. Надеюсь, что у меня получится. Кстати, тык. Лайк, подписка увеличит мои шансы на то, что у меня всё получится хорошо. Наверное. И да, в этом видео я не только буду создавать образ в эстетике балет-кора, но и расскажу вам, почему балет-кор так популярен и что скрывается за красивой обёрткой и розовыми бантиками. Речь пойдёт о кибербуллинге, завышенным стандартам к девушкам и романтизации, которая подарила это на первый взгляд безобидная эстетика. Но начнём с того, как выглядит сам стиль балет-кор. Тут у меня всевозможные вещи, которые помогут создать образ. Белое боди, белые колготки. Фу, гоняет. Балетки. Вот с такими вот ленточками можно завязать бантик. Кардиган. Розовые ветры. Розовая юбка. Да, несмотря на то, что у эстетики балет-кора есть как в две стороны медали. Одна это балетная светлая, а другая это балетная темная. Я решила, что темная версия это слишком предсказуемая. Плюс я уже снимала видео, когда снимала про верху косметики Flower Nose. Там как раз таки была в образе чёрного лебеди. Поэтому сегодня я решила, ну пойдём с вами по розовому. Тем более, что меня вот так давно не видели в чём-то, ну вот таком. Ещё я купила бантики. Не знала, какие зайдут лучше для того, чтобы сделать максимально канонную прическу. Поэтому решила купить сразу два варианта. Первый бантик вот такой вот в виде заколочки. У меня есть ещё вот такой вот бантик. Их было два, остался один на заколке, который прикольно можно прям вот так вот зафигарить. И у тебя уже имитация банта. В луках чаще всего используют нежно-розовый, голубой и лавандовые цвета вместе с белыми, серыми и иногда чёрными оттенками. А главными атрибутами этого стиля являются балетки, чаще похожие на пуанты, гетры, бантики в волосах или одежде, корсеты и многое другое. Совсем не обязательно использовать все элементы сразу одновременно. Потому что в простой повседневной жизни уже одно использование, например, атласных ленточек или бантиков уже даёт конкретную отсылку к этой эстетике. Но, тем не менее, я максимально постараюсь приблизиться к тому, что я видела на Пинтересте, потому что мне само это будет безумно интересно посмотреть, ибо я себя всё ещё не представляю. Это выглядит странно. Надеюсь, что полностью готовый образ будет выглядеть лучше, потому что, конечно, это что-то один материал, это что-то другой материал, это тоже третий материал. Странно. Почему же эта эстетика вообще стала популярна тут без предыстории никак? Потому что на самом деле эта эстетика уже не первую сотню лет вдохновляет. Причём не только любители различных эстетик, но также и модные дома. Балет всегда считался высоким видом искусства и вдохновлял великих дизайнеров, ювелиров уже очень давно. Ещё в 18-19 веке влияние русского балета было очень велико. Любой тур по Европе это всегда был абсолютный солдат билетов и невозможность вообще в целом попасть на шоу без огромного количества денег и влияния. Кстати говоря, эстетика балета, как и эстетика Славик Кура, это всё наше наследие. Пока я буду пытаться сделать укладку волос, как я нашла в Пинтересте, будем с вами рассуждать о том, чем же вообще эта эстетика так популярна, привлекательна и почему она хайпит именно сейчас. Ну и, конечно же, куда без теневой стороны. Кстати говоря, справедливость ради, чтобы повторить именно вот такой вот супер-мега-зализанный пучок, лучше всего пучок завязывать в два этапа. Сначала мы с вами разделяем волосы условно на два пробора. Теперь вот этот вот нижний ряд, который у нас здесь есть, зачёсываем наверх и сразу его лакируем. Только я залачила всю заднюю часть моих волос, я всё это зачёсываю наверх, пока ещё лак не застыл. Плотно перетягиваю и завязываю вот такой вот прозрачной резиночкой. То же самое делаю с верхней частью. Самую малость прядей здесь я оставлю, чтобы потом их красиво уложить. Второй хвост тоже фиксируем. А теперь лакируем два этих хвоста. Резинка-то где? В общем, ребята, это было самое настоящее резинковое проклятие, потому что иначе я не могу сказать. Абсолютно серьёзно, каждый раз, когда я подходила с целью просто сделать обычный пучок, у меня или не было резинки, или не включалась камера, или камера включалась, но не было звука. В общем, какая-то ерунда. Поэтому давайте продолжим наше видео. Параллельно я буду делать макияж, я буду вдохновляться вот этим вот образом, он мне очень нравится. Добавим бантик. Знали бы вы, насколько я себя странно ощущаю? Я думаю, вы представляете в целом. Хочется выбрать спину. Итак, рассказываю, чтобы вы понимали, что на самом деле балеткор – это далеко не самая новая эстетика, и к ней уже давным-давно много кто уже обращался. И те бренды, которые я буду вам называть, вам будут очень даже знакомы. Я использую вот такие вот румяны, не обращайте внимания на мой чёрный палец, и в состав этих румян уже входит хайлайтер. Очень подходит для того, чтобы выделить скулы. В 1932 году, это было очень давно, художник Кристиан Берар сшил коллекцию стюльных юбок для обосновки балета Котильон. И считается, что костюмы этого балета послужили источником вдохновения для тюльвых платьев, как таковых, у Шанель в 30-х годах. И в 60-х балетки, собственно, отсылки к фуантам балерин, были очень актуальны у тогдашней молодёжи, и такие светские персоны, как Твиги и Джеки Кеннеди, их носили постоянно. Но в начале 10-х годов Шанель снова выпускает балетки, и они становятся мега-хайповой обувью в это десятилетие. Хотя, казалось бы, тогда больше актуальна была обувь под названием копыта. Я, кстати, была из тех, кто носит именно копыта, а не из тех, кто носит балетки. Но, тем не менее, они стали суперхитом, и прямо сейчас мода на балетки тоже возвращается. И обратите внимание, как удобно. Возвращается мода на всевозможные, именно высокая мода, на всевозможные отсылки к балетному искусству, и также форсится одновременно непонятно по какой причине резко балеткор. Хотя, казалось бы, еще пару лет тому назад он был особо никому не нужен. Ну, кроме тех, кто прям вот реально фанат балета, кто балерина, ну и кто к этому хоть какое-то отношение имеет. Но это другая история, мы сейчас говорим именно про массовость. На самом деле, если прям вот хорошо рассматривать балеткор, на самом деле, я бы вот типировала не какую-то софткор-альтернативную эстетику, а я бы скорее его отнесла к каким-то, знаете, олд-мани-историям, потому что все-таки история про балет это история про что-то очень дорогое, про что-то очень селективное, про что-то очень высокоискусное, и, разумеется, про что-то даже в какой-то степени аристократичное. Поэтому я считаю, что, наверное, совсем неправильно типировать балеткор рядом, знаете, с каким-нибудь софткор-эстетикой, несмотря на то, что он весь такой нежный, потому что нежная сторона балеткора это только розовая сторона, но также существует все еще черная, которая была вдохновлена тем самым черным лебедем, ну, собственно, из одноименного фильма, или из, собственно, непосредственно балета. Откуда вообще на данный момент пошел весь хайп на эстетику балеткора? Все пошло из Кореи, все началось с Дженни, той самой из Blackpink. Она использовала и усовершенствовала этот стиль во время своего мирового турне Born and Pink. Возможно, многие блинки, которые смотрели эти трансляции, или, возможно, кому-то даже посчастливилось побывать на этом концерте, понимают, о чем я сейчас говорю. Для своей сольной песни во время этого тура она как раз-таки надевает наряд, который полностью соответствует эстетике балеткора. И, конечно же, это не проходит без реакции общественности, потому что, как мы все с вами знаем, ну или, если, возможно, вы не знали до этого момента, все, что носят айдолы, все, что используют самые популярные айдолы, это моментально становится мега-трендом. Поэтому, если кто-то вдруг хочет запустить свой собственный корр, ну, вам потребуется воспользоваться услугами айдола. Для своей сольной песни она надевает наряд в стиле балеткор, и причем на каждой остановке она надевает пачку другого цвета. И каждой пачке надеваются гетры под цвет, собственно, наряда. Дженни это далеко не единственный айдол, который поддержал тренд на балеткор. Джои из Red Velvet также все это очень успешно обыграла в своих луках. Она была замечена в розовом топе и небольшой сумке по дороге на Пилатес. И Ере ее коллега по... Не по бизнесу. Какая она коллега по бизнесу? И Ере, в общем, другая девчонка из группы, тоже надевает аутфит, который соответствует айдентике балеткора. Только в данном случае она надевает утепленные колготки или лосины, что-то такое, и идет куда-то по своим делам в этом аутфите, сочетая их с балетными косами. Я, кстати, уверена, что если вы сидели на Вэлдбрис, скорее всего, вам попадали в рекомендации вот такие вот штуки, вот эти вот бантики с завязочками, теперь вы знаете предысторию, откуда вообще, понял, шел у них такой лютый хайп, что это даже у нас везде на Вэлдбе находятся на первых страницах. Пока мы не подобрались к темной стороне балеткора, я бы же сделала, у нас все так милые, классные, и вообще, уву! Давайте ответим на вопрос. Кокеткор или балеткор? В чем же все-таки разница? Обе эти эстетики, если посмотреть на них как объективно, так и субъективно, действительно между собой очень похожи. Тут и пастельные, и нежные цвета, бантики, и кружева. Но главное отличие в том, что Кокеткор тоже имеет свою историческую отсылку, и он основан на эстетике 60-х, 70-х. И он должен создавать вайп романтичности и элитгантности. А балеткор основан, собственно, на эстетике балета. И стиль часто содержит в себе спортивные элементы, особенно, когда мы говорим про адаптацию к повседневной жизни. Мой образ, конечно, гипертрофирован, а еще, конечно же, еще одна причина, почему я не ношу светлую одежду, потому что я умудрилась тушью вляпаться, понимаете? Как я обляпалась тушью, я не знаю. Ладно, давайте вернемся к Кокеткору, чтобы понять, в чем реально разница, когда увидите две плюс-минус похожие картинки, различать, где одно, а где второе. Ну, если тут нет гипертрофированной, например, пачки. Особенности Кокеткора – это объемные воротники, рюши, пышные юбки, платья и цветочные узоры. И основной смысл тут – в супер женственных образах. Балеткори же – уанты, гетры, лосины, светлые белые колготки матового цвета, вот эти вот летящие силуэты, кроп-топы на завязках. Кстати, да, если вы вдруг захотите найти себе что-то подобное, потому что я это просто офигела искать, это называется кроп-топ на завязках с длинными рукавами. Вот, вот так вот я его нашла. В общем, Кокеткор чем отличается? Он больше про эстетику жизни на природе, вдали от городской суеты. И в основном этот стиль про платья, тоже пастельные тона, рюшки, рубашки, юбки, но уже в природных цветах, то есть в бежевых, коричневых и зеленых. В самом начале видео я сказала, что я бы Балеткор все-таки ставила не в один ряд с альтернативными эстетиками. Понятное дело, что все это ближе находится к условному clean girl, чем, например, к условному e-girl, потому что здесь огромная, колоссальная разница. Но, тем не менее, Балеткор все-таки я бы куда-то вот выставила, знаете, за пределы этого всего по одной простой причине. Он основан на эстетике интеллектуальности, интеллектуального снобизма, если так можно даже сказать. Потому что Балеткор, он вдохновлен театральным искусством. И это считается чем-то возвышенным. Не только сейчас, но и всегда считалось. Ну а другие же эстетики, они вдохновляются или какой-то эпохой, или эстетикой стиля жизни. Есть еще одна эстетика, которую можно поставить в один ряд с этими двумя. Это коттедж-кор. Да, он, конечно, немного более отличается, но коттедж-кор похож на кокет-кор. Да, этих коров сейчас невероятное просто количество. Поэтому, если вы хотите разбор какого-то другого вида кора, или эстетики, или как вам нравится это назвать, обязательно об этом напишите. Я сделаю на него полный разбор и еще расскажу вам, а что там, откуда и куда. Все-то хорошо, все-то мило, все-то приятно. А теперь погружаемся. Темная сторона эстетики Балеткора. Интерес к эстетике Балеткора, конечно же, порождает огромное количество людей, которые начинают интересоваться балетом. В чем проблема? В эстетике присутствует романтизация. Романтизация балета и темной стороны его истории. 15 века, кстати говоря, балетом занимались только мужчины. И лишь в 19 веке к этому виду театрального искусства можно было подключить женщин. А впрочем, ничего нового. Танцы тоже начинают считать достаточно женским занятием, а участие мужчин в балете начинает даже восприниматься в какой-то степени несколько негативно. Конечно же, многие девушки росли, читая книги про балерин или смотря их в каких-то мультиках, в каких-то фильмах или сериалах. Потому что образ прекрасной балерины это всегда какой-то очередной недостижимый идеал. Ну, что-то вроде на уровне, знаете, с принцессами, с феями, что-то вот такое мега возвышенное. И большинство маленьких девочек, конечно же, хотят к этому прикоснуться. Я, кстати, не ходила в их число. Интересно, как дела обстояли у вас. Я в детстве хотела быть котикаги, у меня все очень просто. Но в итоге у меня есть только татуировка. И одна из причин, почему балеткор сейчас в тренде, это ностальгия по тем временам и по детству. Да, звучит как будто бы не очень, но на самом деле да. В ароматизации подростковых и детских годов кроется еще одна темная сторона эстетики. Потому что она заставляет девушек всегда хотеть остаться молодыми, очень худыми, что создает нездоровый идеал. Потому что основной затык в эстетике балеткора, что, кстати, достаточно парадоксально. Потому что все-таки есть балет, есть балерины и у них есть определенные требования. Конечно, тоже они накладывают огромный груз и отпечаток на здоровье женщины. И огромный психологический, ментальный груз. Действительно так, это ни для кого не секрет. Потому что то, какие критерии выдвигает балет к маленькой-маленькой девочке, какие от нее требуются физические усилия, это за грани добра и зла. Это адская, адская физическая нагрузка. Но, тем не менее, это история про профессиональную сферу. А когда мы говорим с вами про бытовую, то есть про эстетику, мы сталкиваемся с тем, с чем сталкиваемся в целом в эстетике клингерл, кибербуллинг. Да не только кибербуллинг, а это отмены. Это вот эти вот невероятные идеалы, которым ты должен соответствовать. Потому что если ты хочешь выкладывать какие-то видео в этой эстетике, и если это видео залетает, и ты по чьим-то там выдуманным идеалам ей не соответствуешь этой эстетике, то тебя обязательно об этом напишут. И напишут очень много и очень злобно. Потому что опять возвращается тенденция на весь этот файт-шейминг. Потому что в идеальных глазах вот человека, который вдохновляется этой эстетикой, это образ прекрасной балерины. И когда обычная девушка с нормальным телосложением, ну или с тем телосложением, в котором ей реально комфортно, да или даже если не комфортно, все еще ее тело, это ее дело, это ее жизнь. Мы сейчас этого вообще не касаемся. Получает просто ушатка какого-то невероятного дерьма в свой адрес. Просто потому что кто-то в интернете подумал, что она недостаточно худая. А сейчас мы все-таки говорим про совсем субтильные тела. Это полный адов кринж. Потому что мы снова возвращаемся к тому, от чего мы так долго с вами уходили. Это от файт-шейминга. Это от РПП и от идеализации вот этой всей истории. Конечно же в моей жизни тоже был период. Вот этих вот всех потрясающих пабликов в скобочках нет. Это отвратительный этап моей жизни. И сегодня я общалась с Девел Игрышей. На эту тему мы немножко переписывались. И я вспомнила такую историю, как собственно мой личный опыт был. Когда я была совсем маленькая, еще лет до 16 мне было, был один очень хайповый паблик. Надеюсь, его сейчас нет. Туда, в общем, многие девушки вкладывали свои очень худые фотографии. И в какой-то момент, когда я действительно очень сильно похудела, во многом я похудела, конечно, не потому что я так сильно хотела худеть, а потому что я просто не ела. Ну, это уже другая история. Я выкладываю туда фотографию. Я думаю, что я очень классная, что я супер-мега худая. И я выкладываю фотографии, где у меня немного торчат ребра. И я думаю, класс, меня сейчас в этом паблике все будут хвалить. И в итоге меня просто вылили уши от невероятного дерьма. Я была в полном шоке. Во-первых, я еще подросток. Я выкладываю свою фотографию. Там не было моего лица, но было только мое тело. И я в абсолютном ужасе находилась от того, что мне буквально пишут, что ты джируха. И таких комментариев было много. Тогда, по-моему, еще не было функции лайкать комментарии, но я просто заходила, я видела комментарии, где мне все пишут, что у меня ужасное тело, что вообще не надо позориться, удали это безобразие. Ну, в общем, какая-то такая история была даже у меня. И, честно говоря, несмотря на то, что я человек с достаточно пофигистическим складом характера, но даже тогда меня это напрягло. Не могу сказать, что меня это задело, и я стала переживать и ходить еще сильнее, но меня это именно задело в том плане, что какого, блин, хрена вы мне это пишете? Потому что, очевидно, спасибо большое за критическое мышление, что я, ну, на тот момент была прямо очень худая. Я не здоровая худая, и у меня была целая куча проблем, в общем-то, с физиологией из-за этого. Но в паблике меня просто облили конкретным дерьмом за то, что я жаруха, и мне не следует сюда выкладывать свои фотографии, потому что это позорит папку. Короче, это была просто полная жесть. И, казалось бы, вот время шло, люди уже начали принимать других людей, у девушек из головы вот эта вот дурь начинает постепенно выветриваться, и как будто бы мы идем к какому-то развитию, и тут бабах мы сталкиваемся с тем, что если ты хочешь быть человеком в эстетике clean girl, то ты должна соответствовать ей, то есть быть богатой, красивой, естественно, молодой до 25 лет, что, конечно, еще полный абсурд, но это другая история. И сейчас еще получается ровно такая же тенденция отслеживается и в балеткоре, потому что хочешь быть балеткором, но будь как балерина, то есть мега худая, тонкая, звонкая, красивая, и, конечно же, молодая. Ну, или тебе не обязательно быть молодой, ты просто должна выглядеть как очень молодая. Проблема в том, что вот этот вот странный массовый хейт как будто бы в своей концепции забывает о том, что балерина сама по себе, она всегда должна быть в идеальной физической форме. И эта идеальная физическая форма, она действительно достигается огромным количеством переступлений через себя, через получение травм, в том числе из-за тех же самых фуантов. Это просто банально очень вредит здоровью. Я думаю, очевидно, что женственным в том числе. Вообще балет скрывает очень много темных сторон, потому что слишком у них беспощадные стандарты. Эти беспощадные стандарты начинают прививать маленьким девочкам еще с очень маленького возраста. И вот эти вот видео, когда маленький ребенок, очевидно, уже не хочет идти на этот балет, и его родители заставляют. Получается, заложником ситуации, где у него нет опоры и точки надежности дома, нет никакой безопасности, и в то же самое время у него нет этой безопасности за пределы дома. Потому что там и физическое насилие могут проявлять со стороны тренеров, и эмоциональное насилие тоже со стороны и тренеров, и уже, ну, в общем, других девочек, мальчиков в группе. И получается, что ребенок находится в полностью беззащитной ситуации, и он не может нигде найти поддержку. И очень малое количество детей могут даже донести до своих родителей, что, блин, не хочу ходить на этот балет. Кто-то, конечно же, хочет, кто-то этим живет, кто-то этим дышит. Но кому-то это просто дано, ему это нравится. Это отдельная история, я очень счастлива, что такие люди есть. Но огромное количество девочек действительно сталкиваются с полной жестью. И вот, представляете, ситуация, они сталкиваются с этой полной жестью в своем малом возрасте. У них нет поддержки здесь, нет поддержки здесь. А потом в какой-то момент, когда девочку начинают смотреть на предмет того, насколько она тонкая, на предмет настолько она звонкая, она получает отказ. И ей просто те же самые тренера, которые на нее орали еще несколько недель назад, говорят, что все, ты не пройдешь дальше, ты не подходишь. Ты не вписываешься в концепцию, не вписываешься в стандарты. А тебе, блин, может быть 7, может быть 6. Я уверена, если среди моих подписчиц или зрителей моего канала есть люди, которые когда-то проходили через балетную школу, вы можете рассказать о своих историях. Это, честно, было бы очень интересно, и не только для меня, но и, возможно, для тех людей, которые в будущем хотят, например, своих детей отдать на балеты или хотят, чтобы их дочери стали великими балеринами. Это, на самом деле, было бы достаточно отрезвляюще. Балерины должны следить за питанием, за фигурой. Бывают случаи прилюдного взвешивания в училищах, когда девочек просто ставят на весы и их осматривают. И, конечно же, это очень сильно вредит психике. У многих, если не у всех балерин, есть РПП. На тренировках их очень сильно растягивают, что часто приводит к разрывам связок или подобному. И еще одна из проблем – это жесткая конкуренция. Многие могут просто специально вредить друг другу, как в малом, так в среднем, так и во взрослом возрасте. Проблема балеткора как такового, как явление, она не столько в стиле. Это прекрасно, когда какие-то балетки миу-миу сейчас на адском хайпе, и все снова хотят оффопать, потому что красиво, мило, женственно и элегантно. Проблема в том, что вместе с ароматизацией балеткора идет ароматизация балета, и скрывается вот эта вот темная составляющая. Конечно, кто-то про это говорит, спасибо им за это большое, но вот эти возгласы, они на общем фоне этого тренда просто не слышны. Все это реально не поднимается фанатами данной эстетики, потому что она просто романтизирует балет и берет оттуда самое лучшее и самое эстетичное. В статье Vogue хореограф Forsyth говорит про эстетику балеткора следующее. Сначала меня это очень раздражало. Я закатывала глаза от мысли, что то, во что я буквально вложила кровь, пот и слезы, становится трендом для людей, которые не понимают, как это тяжело. На самом деле, я бы хотела пользоваться случаем, обсудить тему, которая меня действительно очень сильно заботит – это озерство. Нет, не потому что я считаю кого-то позером или потому что меня раздражают позеры, а потому что мне кажется, что сама тенденция кого-то называть позером просто потому, что человек недостаточно что-то там, где-то соответствует какой-то эстетике, это реально вымораживает. Я буду говорить на примере того, в чем я хорошечно разбираюсь, я буду говорить на примере эстетики Альта. Я не считаю себя Йорл, но концептуально к Альту я, конечно же, гораздо ближе, чем к любому нормальному стилю. И когда я еще ввела ТикТок стабильно, сейчас это просто рандомная выкладка видосов, я даже не знаю, что там происходит, честно говоря, я замечала, что очень часто меня тыкают в то, что я недостаточно альтушная альтушка, что вообще я позер, потому что, потому, ну, просто рандомно. То есть люди, которые даже не понимают концепту, например, это могло быть обычное видео, где я сижу, делаю макияж, и начинают писать мне комментарии о том, что, ну, ты позер. И, казалось бы, я реально могу быть позером, я могу просто взять и захотеть сделать макияж, который я видела на Тиндресте, просто потому, что мне он понравился. Как, собственно, я сейчас сижу в образе балеткора, просто потому, что мне так захотелось. Я могла бы точно так же посидеть в своей драной черной футболочке бренда Бездна, и мне было бы вообще счастливо и классно. И вот эта вот история о том, когда огромное количество людей начинают атаковать других людей по причине того, что кто-то недостаточно в своем вот этом вот стиле преисполнился, ну, как будто бы я читаю, что это немножко за грани добра и зла, потому что человек должен пробовать себя в разном, если он хочет пробовать себя в разном, и сталкиваться с тем, что ты позер, ты позер, ты позер, ты посмотрел недостаточно аниме, ты слушаешь недостаточно кей-попа, ты недостаточно хорошо разбираешься, где кто что сделал, ты недостаточно шаришь за балеткор, поэтому ты не можешь быть человеком из балеткор, ты недостаточно богатый, поэтому ты не можешь быть клингером, ты вообще там, не знаю, не из эстетики олдмани, поэтому какого хрена ты делаешь маникюр и укладку олдмани? И основной тейк, который бы я хотела донести, Это если вам нравится какая-то эстетика, вы можете просто, вне зависимости от того, кто вы, что вы, как вы себя позиционируете, эту эстетику поддерживать, покупать вещи в этом стиле. Вам не обязательно будет мега-тру, вам не обязательно стремиться кому-то что-то доказать. Вы просто можете делать что-то внезапно для себя, просто потому что я этого хочу.